Почему я, собственно, выбрал тему именно таким образом и сформулировал ее таким образом? У политического цикла есть какие-то очень важные, характеризующие их вещи. Вещи политического, безумеется, свойства. И в период вот этого почти 20-летия, того, что мы пребываем в эпоху авторитарной системы Путина, все-таки мы прошли ряд стадий, очень существенных стадий. Начальную фазу, скажем так, более существенную, когда между 2008 и 2012 годом была попытка некого камбэка, был шанс для того, чтобы изменить ситуацию, каким-то образом вернуть ее к прежнему, стартовой точке. И вот сейчас, это уже третий срок, точнее уже третий он формально, но четвертый срок Путина по существу своему почти непрерывный. Что является главной дефиницией, которая будет определять это в ближайшие шестилетия? С моей точки зрения, во внешней политике это война, а во внутренней политике это репрессии. Мы должны эти вещи обсуждать, вы знаете, лишившись эмоциональной оценки, для того, чтобы максимально хладнокровный анализ дал нам инструмент понимания и анализа этого всего в том смысле, чтобы найти некое противоядие. Понять, как этому противостоять и как это будет подвержено в наших ли руках изменить это. И поэтому репрессии это почти хладнокровный инструмент любой государственной машины, в принципе, но только вот в нынешних условиях авторитарной системы, которая переживает свой транзит от корпоративной к персоналистской и дальше, процесс идет дальше, репрессии являются важнейшим элементом удержания власти, с моей точки зрения. Понимание репрессии это всегда некий функционал. Вот, например, в период, самый острый, тоталитарный период, репрессии носили функциональный характер. Они были неотъемлемой частью системы, без них система бы не могла бы себя защищать, сохранять, воспроизводить. Для путинской системы репрессии не являются таким имманентным, обязательным, существенным инструментом защиты себя, сохранения и воспроизводства. По той простой причине, что у этой системы есть и другие способы своего хеджирования. Но почему-то все-таки, поняв, что сейчас мы подходим к некой очень важной точке, которая должна определить, каким образом эта система должна себя самосохранить, репрессии стали единственным инструментом разговора с обществом. Прежде всего, с его активной частью, гражданской его частью, с оппозицией, протестным электоратом, людьми, недовольными этой политикой, потому что именно они выражают свое несогласие в разной форме, от протеста до фронты. И это весьма существенно для понимания того, каким образом будет развиваться ситуация. Репрессии приобретает функциональный характер. Это пройдены все стадии игнорирования, борьба. Вот теперь репрессии. Репрессии надо понимать как меру ответа государства на вызов, но надо ее понимать и как инструмент объективного вменения. Что такое объективное вменение? Ну, в праве его понимают достаточно буквально, когда вас наказывают не за то, что вы совершили, а за то, что вы могли совершить. Так вот, сейчас объективное вменение стало нормой. По существу превентивные меры, которые использует государство в борьбе с оппозицией, с протестом. Ну, наиболее ярко это происходит, и мы видим по внесистемным проявлениям оппозиции, внесистемной оппозиции, прежде всего протест Алексея Навального, так сказать, как от главного лидера протеста, несомненно. Мы видим наиболее ярко, наиболее последовательно, как система показывает демонстративно для всех, каким образом будет обращаться с людьми, которые не согласны ни с третьим сроком Путина, ни с узурпацией власти, ни с внутренней оккупацией, ни с тем, что происходит во внешнем периметре, ни с войной с соседями, ни с ответом на вызов со стороны общества, цивилизованного общества Запада, на имперскую политику России. Вот репрессии это будет для всех нас актуальным темой в течение этих шести лет. Какие ее проявления? Пока государство еще прикрывается формальным действием норм законов, несомненно, не соблюдая их совсем, игнорируя полностью, это не правовая система, но пока еще и не бесправная. То есть, когда мы говорим о том, что репрессия становится инструментом политической воли, но она никак не оформлена в законе, но если условно, в период сталинской репрессии, вы знаете, суда же не было, были тройки. В тройку входили, так сказать, руководители самого карательного органа, так сказать, и, собственно говоря, тройки особого совещания были внесудебным по существу своему органам. Несмотря на то, что принцип правовой определенности, есть такой принцип, когда то, что записано в законе, то и нельзя. Он формально соблюдался, потому что была ли норма сталинской конституции, сталинского уголовного кодекса, вот пресловутая 58-я статья, выражением этой правовой определенности, ну, конечно, была. Но, тем не менее, это была тоталитарная система, в которой выше закона была политическая целесообразность. Она, конечно, возникла как понятие, как революционная целесообразность раньше, но все-таки норма закона, не буквально она прикрывала действия, репрессивные действия, карательные действия власти. Вот сейчас путинская система, она переживает тоже некий транзит, некую трансформацию, когда необходимость соблюдать формальные правила, она отпадает. Существо закон не соблюдали уже очень давно. Я считаю, что с начала нулевых уже практически отказались от единства содержания нормы закона и формы. Ты мог допускать любую дискрецию по отношению к разрешенным объектам давления в любом виде. Но, тем не менее, все-таки форма должна была в той или иной степени как-то, в общем, соблюдаться. Нужно было изображать закон, изображать суд и так далее. Вот мне кажется, сейчас мы на пороге того, что этот ограничитель снимается. Он снимается, потому что при том, что репрессии остаются и носят избирательный характер, они не вносят массового характера, конечно. Авторитарные системы, они больше характеризуются именно избирательностью репрессивной политики, но не массовым, всеохватным, ничем не ограниченным, так сказать, масштабом репрессии. Но, тем не менее, так сказать, уже сейчас снимается и последняя рамка формы, когда, собственно, не обязательно соблюдать чисто даже формальную сторону, а можно действовать исключительно произвольно. Чем это опасно? Тем, что какие цели ставит власть. Почему, собственно, репрессии не самоцель, а инструмент? Сам Путин, он не кроволюбив изначально был-то. Он не хотел того, чтобы ему нужно было бы лить кровь за то, чтобы удерживать свою власть. Он как раз с отвращением относился к тому, что ему вынуждены, так сказать, давить оппозицию, избирая достаточно жесткие меры в середине, начале, середине нулевых. Сейчас вот этот ограничитель снят. Во многом снят, и огрубление это произошло из-за последовательной, так сказать, политики войны, которую вовне проводит имперское руководство России, потому что цели ставятся внеидеологические, но оформленные как имперские. И когда вы убиваете на Донбассе 10 тысяч человек, то для вас, так сказать, посадка на 2, 3, 5 лет и так далее, по 212, 318 уголовной статье или еще какой-то, не является чем-то крайним в смысле проявлений. Это приводит к норме. Гладко, медленно, но приводит к норме, когда люди уже принимают это как данность. И в этом смысле совершенно не опасно, когда вас сажают залоги в ВКонтакте, где вы храните эти мемы или картинки, которые подводятся под 282 статью. Это не вызывает возмущения, потому что мы видели примеры более крайних и агрессивных проявлений государственной политики вовне. Ну так а что ж тогда ограничивать себя во внутренней политике набором репрессивных инструментов? Так вот, возвращаясь к тому, почему, собственно, репрессии стали актуальностью и стали функционалом для нынешней власти, чего еще недавно не было в таком виде и в таком масштабе. Мы переживаем в эти шесть лет процесс самосохранения власти в виде попытки налаживания механизма ее несменяемости уже окончательного, нормативно оформленного. В каком виде это произойдет? Можно гадать сколько угодно. Здесь допустим и третий срок продления пребывания у власти того же самого лица, или же это будет выбран какой-то орган, который надконституционный, надгосударственный орган, который займет Путин в качестве главного бенефициара этой системы. Либо, так сказать, будут искаться какие-то формы несменяемости, сакральные разговоры о том, что вокруг, в окружении Путина огромное количество монархистов, которые, ну особенно, которые тесно связаны с русской эмиграцией, попытки, так сказать, поиска легитимации, оформления власти наместника в виде уже сакральной обеспеченной, они могут соединить поместный собор с Государственной Думой и ни у кого не вызовет идеосинкразии, между прочим. Но на Вселенский теперь уже претендовать не приходится, поскольку нас теперь уже считают сектантами православных в Константинополе. Но суть не в этом. Понимаете, о чем я пытаюсь сказать? Вот если бы не надо было не сменять власть, то вообще-то прибегать к такому инструментарию репрессий и не нужно было бы. Можно было бы ограничиться теми же методами, которые были свойственны администрации президента, ФСБ, там есть такое управление по защите конституционного строя, вообще действенный достаточно орган, он концентрирует в себе главные функции по подавлению. Ну, в системе МВД такой хереющий орган Центра Эя и так далее, и так далее. Можно было обойтись обычными административными, с небольшим набором уголовных санкций, которые применялись бы к оппозиции. Сейчас этот инструментарий становится разнообразнее, и он, безусловно, должен отвечать главной задаче. Не должно быть никаких вызовов, когда будет происходить конституционная ли реформа, если они изберут этот путь, или любая другая реформа, которая приведет к легитимации несменяемости власти Владимира Путина. Поэтому нужно быть готовым к тому, что этот инструментарий будет более разнообразным. То есть можно допустить введение новых статей в уголовный кодекс, которые будут карать за оскорбление, так сказать, верховной власти, ну, понятно, первого лица. Можно допустить, что будут расширяться, конечно, и репрессии за содействие санкциям. Вы знаете, законопроект такого рода в Думе обсуждается. Нельзя исключать, что все, кто причастны к санкционной политике и инициированию ее из России, могут подвергнуться уголовной репрессии и за это тоже, и так далее, и так далее, и так далее. Но, повторяю, это все служит одной единственной цели – продолжение несменяемости власти, укрепление ее институтов, которые будут сформированы раз и навсегда. Пока это еще воспринимается несколько дико, но, так сказать, что не могут сделать нынешняя власть из любой фантазии реальностью, мы уже убедились. То есть самые невероятные вещи способны реализовываться. В этом смысле, ну, например, Новосибирск, это важно, как бы, коснуться и ситуации тут, он, конечно, возможно, и отличается тем, что здесь этот маховик раскручивается медленнее. Москва в этом смысле дает удивительный пример того, как быстро может аннексироваться эта тематика, как быстро могут осваиваться новые инструментарии, как быстро репрессии могут становиться, так сказать, грубее, жестче, последовательнее. Я думаю, что это докатится, безусловно, и до регионов таких, как Новосибирск и дальше. С неизбежностью, поскольку степень централизации позволяет управлять репрессивной карательной системой в такой степени, когда возмущение на местах не будет никак выражено против этого. Какие основные выводы надо сделать? А, собственно, что делать гражданскому остаткам этого гражданского общества, этому сопротивлению, резистенции я ее назвал уже, сейчас это уже полноценная резистенция, в условиях этих репрессий. Ну, консолидация – это важный элемент того, как противостоит общество этой репрессивной политике. Консолидация всегда играла значительную роль. Вот меня часто как адвоката критиковали, сейчас это, правда, общим местом стало, за то, что в своих делах я использовал публичность, в политических, конечно, делах, я занимался только политическими делами, как элемент защиты своих доверителей, своих подзащитных. А сегодня это уже стало общим местом. Все понимают, что по-тихому отправляют в лагеря в тех случаях, когда общество безразличным остается к судьбе того или иного человека. И из десятков, сейчас это уже сотни дел за проявление экстремизма в интернете, ну, так называемой розни по 282 статье в разных ее вариациях, отправляют в эти колонии десятки, если не сотни людей, а знаем мы на слуху, у нас только буквально единицы такого рода дел. И чаще всего, практически в 70% случаев, от 50 до 70, в тех делах, о которых мы знаем публично, люди обходятся условными сроками, ну, все-таки как-то смягчается наказание, смягчается пенология по отношению к ним. Таким образом, консолидация, публичность, о которой я говорю, важный элемент защиты общества. Третье, это выработка механизмов противостояния, которые не связаны с прямым соприкосновением с властью и его карательной функцией. То есть, ну, это мое мнение, я считаю, что Алексей Навальный проводит абсолютно героическую работу в смысле том, что я перечислил, но все-таки мы видим некоторую исчерпанность уличного протеста, потому что, ну, условно говоря, вы выводите миллион, они выводят 100 тысяч сотрудников Росгвардии. Понимаете, это тупиковая ситуация, на каждый чих не наздрашиваешься. Поэтому с этой точки зрения нужно искать новую форму протеста. Мне кажется, что пенсионная реформа стала таким в известной смысле триггером. Народ апатично отнесся, в общем-то, не поддержал массово, так сказать, этот протест против пенсионной реформы. Поэтому переход к забастовке, к такому молчаливым способам протеста, не связанным с непосредственным соприкосновением с правоохранительной системой, это следующий шаг, следующий этап противостояния репрессиям. Да, это будет медленно происходить. Многие не готовы к тому, чтобы забастовка, бойкот, любые другие формы пассивного сопротивления, но оно только кажется пассивным, стали, так сказать, инструментарием борьбы с репрессивной политикой Кремля. Но с неизбежностью, с моей точки зрения, к ним перейдут, потому что они в какой-то степени являются альтернативой прямому соприкосновению, прямому столкновению и правоохранительной системой гражданского общества. Мне кажется, что это третий элемент, поиск новых форм наряду с публичности и консолидацией, инструмент противостояния этим репрессиям.